Несколько дней назад появилась информация о том, что секретарь Рады нацбеспеки Алексей Данилов заявил о том, что об украинском контрнаступлении, где и когда будет наступать сила обороны Украины, знают не более пяти человек. И в сети появились, конечно, классные мемы, и один из мемов обозначил этих пяти человек, это Пианковский, Арестович, Гордон, Швец и Олег Жданов. Итак, некоторых военных экспертов из этого списка я бы, конечно, убрал, потому что они не фрики, и в этот список нет смысла их внедрять, но это опять-таки говорит о некой их популярности. Поэтому я подумал, почему этот список из пяти человек, а не из шести? Прилепили бы меня туда, но моя популярность не такая массовая, как у этих ребят. Значит, друзья, я Самвел, украинский армянин, витаю вас из Киева, и хочу вам сказать, что в ближайшие пару месяцев нас с вами в Украине ждут невероятные события, просто невероятные, потрясающие по своему масштабу историческому. Я говорю не просто про контрнаступление, я говорю про наступление, которое, по сути, уже началось, и тот, кто разбирается в военном деле, знает об этом. Наступление начинается не тогда, когда армия идет в это наступление, а тогда, когда армия начинает защищать дальними ударами в глубину противника, уничтожает его стратегические связки. Речь идет про склады боекомплектов, про вооружение, про... ну, в общем, вы понимаете, о чем я говорю. И следующим этапом это уже непосредственно наступление, это артиллерия, это пехота, это военная техника и поддержка с воздуха и так далее. И где все это будет происходить, никто об этом типа не знает, но то, что сегодня уже началась эта военная подготовка и проводятся определенные удары, это абсолютно факт. Для человека, который далек от этого, не очень понятно, как это работает, но смею вас заверить, то, что это уже началось. В ближайшие два месяца настолько будут исторически для Украины, для ее победы, для нашей победы, для нашей перемоги. Поэтому, друзья, сегодня от вас требуется колоссальная поддержка и помощь нынке Украине. Помогайте, насколько это возможно, помогайте ЗСУ, нашим силам обороны. Продолжайте волонтерский свой труд, так же, как и мы это делаем. Максимально поддерживайте свою родину, потому что сейчас самые решающие в ближайшие два-три несколько месяцев до конца года Украина не просто переможе, а Украина окончательно изменит весь мир своей победой. Поэтому будь мой орач и только орач. Я сам Вэл, украинский армянин, витаю вас из Киева. Орачи только орач и капи меч.